Это программа «День с толком» в студии Николай Потешкин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Треть месячной нормы осадков за ночь, как горожане преодолевали потоп во дворах и на улицах. И есть ли шанс, что Барнаул перестанет превращаться в Венецию после каждого ливня? Круговорот воды, которым заинтересовалась прокуратура, в Барнауле вновь обнаружили слип канализационных стоков вод. Юные теннисисты Алтая в десятки сильнейших ракетах страны. Но почему большой теннис так и не стал массовым в регионе? Начнем выпуск с печального происшествия на воде. Таковых этим летом очень много. В селе Быстрянка утонул годовалый ребенок. Девочка захлебнулась в детском надувном бассейне. На момент трагедии родителей не было дома, а старшая сестра не уследила за тем, как малыш вышел во двор и залез в воду. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, в том числе условия проживания и воспитания ребенка. Также назначена судебная экспертиза. Тем временем Барнаул приходит в себя после ливней, которые обрушились на краевую столицу минувшей ночью и сегодня днем. Эксперты подсчитали, что в темное время суток на город за несколько часов выпала треть от месячной нормы осадков. Ливень подтопил четыре участка автомобильных дорог. Автолюбители всячески спасали свои машины от потопа, а люди по необходимости передвигались на сапах. Что планирует предпринять власти, чтобы Барнаул после сильных дождей в перспективе не превращался в Венецию и когда непогода покинет регион, выяснял Дмитрий Дроздов. Зацените, у нас затопило улицу. Это перекрестка к солнечной поляне. Взлетная, вы видите? Оценили не все, но увидел каждый. Этой ночью на Барнаул обрушился сильнейший ливень, что привело к подтоплению четырех дорог. Автолюбители по колено в воде спасают свои машины. Даже за наезд на тротуар никто ничего не скажет. Ситуация патовая. Оставишь машину в огромном потопе, зальет двигатель. А часть транспорта их вовсе вытаскивали на веревке. Ну а кто-то ищет и плюсы в такой аномалии. Вот, например, катаются на САПах. Да и в принципе есть в Барнауле, которым такой потоп не принес дискомфорта. Я вообще очень рад тому, что пришел дождь. Люблю, когда погода переменчива в нашем климате. Это приятно. Привыкаем ко всему. То есть дожди стали часто. Дороги тоже нормальные. Мне было хорошо свежо. Мы на такси прекрасная погода свежа. Наконец-то. Тем не менее, вопрос обновления городских ливневок остается актуальным. Все действующие ливневые канализации исправлены, пояснили нам в мэрии. Но из-за осадков, которые в разы превысили нормы, они не справляются. Это при том, что дорожники, которые день работают круглосуточно. Но планы построить дополнительную сеть ливневой канализации есть. На текущий момент администрация города разрабатывается проект ливневой канализации вдоль Павловского тракта. От Солнечной поляны до улицы Поповок. Если идут стандартные осадки, именно не выше нормы, не такие обильные, то ливневки не справляются. То есть сегодня, которые уже дожди были во втором половине дня в индустриальном районе, то есть там подтоплений не было. Отметим, что дождь и сегодня шел большую часть времени. Подтопление фиксировали в центральной части города. Для устранения последствий в краевой столице сформировали 6 дежурных бригад. И работали 11 единиц техники. Как нам рассказали в Барнаульском гидромедцентре, в ближайшие дни погода улучшится. С завтрашнего дня, начиная, уже будет постепенно происходить прекращение осадков. И постепенное также повышение температур. По словам специалистов, такая ситуация вполне нормальная для летнего периода. Большое количество осадков выпадает из-за слишком высокой температуры. Все это приводит к интенсивности атмосферных явлений. Поэтому дожди, ливни льют чаще обычного. Дмитрий Дроздов, Алексей Фрезин, Владислав Ковалев. День с толком. Кишечные заболевания, аллергические реакции грозят барнаульцам, которые купаются в протоке Аби около торгового комплекса на въезде в город. Горожане обнаружили там подозрительные колодцы с нечистотами. Наша съемочная группа побывала на месте экологического преступления и попыталась разобраться в происходящем. Разрушенная система канализации. Соответственно, здесь когда-то проводились наблюдения. Все бросили. Мало того, что бросили, как еще и открытое оставили. Неосторожный шаг и провалишься под землю. В 10 метрах от опасной конструкции – канализационные люки с нечистотами. Невольно вспоминаешь фразу из рентген-кабинета «вдох и не дышать». Но самое страшное даже не ароматы, а то, что жидкости из колодцев периодически стекают в опь. Река Обь в настоящее время является основным источником питьевого водоснабжения города Барнаулы. Два водозабора – это выше, к счастью, по течению. Это большая система, которая очищает воду. Соответственно, если мы с вами здесь загрязним на этом участке реку, мы получим ниже расположенные участки, менее пригодные для питьевого водоснабжения. Колодцы расположены на въезде в Барнаул возле протоки Аби. Водоем, куда стекают ароматные жидкости, из колодцев облюбовали поклонники водных процедур. Купаться здесь, конечно, запрещено, но горожан, особенно в жару, это не останавливает. Купание в загрязненной воде, если учесть, что человек, когда купается, волей-неволей прихлёвывает, это специально были эксперименты поставлены, до 150 миллилитров воды, в которой купается, дальше вы сами знаете ответ на вопрос. Купаться в грязной воде опасно для здоровья, просто потому, что она неизвестного качества, а тем более рядом с конвенционными очевидными сооружениями. Инженерные сооружения принадлежат крупному торговому комплексу. К колодцам ранее уже выезжали представители природоохранной прокуратуры, надзорный орган сливов не обнаружил. Во время паводка колодцы скрыла вода. На днях мы провели повторный осмотр этого места, вода там отступила, и слив жидкости с характерными запахами канализации фактически присутствует. Он есть, причем даже не в одном месте, а в двух местах. Нами повторно направлено обращение в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор. Подозрительными сливами заинтересовался глава Следственного комитета страны Александр Бастрыкин. Ждем результатов проверки природоохранной прокуратуры, но экологи уже требуют наказать виновных за безответственность. Наказывать. То есть это люди, которые безответственны. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. На Волтайске сегодня сбили женщину с ребенком. Инцидент произошел на улице Анатолия. В 10 утра 68-летний водитель на Ниве Тревел сбил 29-летнюю женщину с 4-летним ребенком. Пострадавших, переходивших дорогу по нерегулируемому перекрестку, с разными травмами, тяжести доставили в больницу. Их состояние пока неизвестно. По словам Краевой госавтоинспекции, водитель не был пьян в момент наезда. И другое происшествие в поселке Южный. Собака породы Стафорширский Терьер убила маленького шпица. Трагедия случилась на прогулке. В минувшую субботу собачка по имени Моника не дожила полгода до своего 10-летнего юбилея. Хозяйка шпица до сих пор не может прийти в себя. Она прокусила ей голову и пошла дальше. Я даже не поняла, что случилось. Просто моя крошка упала, и фонтан крови. И она стала истекать кровью. Я взяла ее на руки, я просто кричала, и прибежали все люди. Я орала от горя. Я просто обезумела от этой неожиданности. Нашу семью лишили просто радости. Она утекла в нас вместе с этой лужей крови, которая вот здесь была. Что планирует предпринять убитая горем хозяйка шпица? Кто позволил бойцовской собаке прогуливаться в общественном месте без поводка и намордника? И какое наказание по закону могут получить владельцы бойцовских собак за такие действия своего питомца? Подробности преступления и наказания расскажем в нашем выпуске завтра. Ученики Быковской средней школы Шипуновского района вновь могут остаться без помещения. Напомним, год назад школу закрыли из-за аварийного состояния. Там обрушился потолок. Когда в здании сделают ремонт, по-прежнему неизвестно. А в альтернативном помещении, которое использовали для обучения, могут не продлить срок аренды. Об очередном витке борьбы за родителей, за школу расскажет Юлия Щепина. Вот наша ветхая Быковская школа, которая ни разу не видела капитального ремонта. Школа в селе Быково в Шипуновском районе так и стоит в ветхом состоянии. Ждет капитального ремонта. Жители села больше года бьются за здания и обращаются во все ведомства. Напомним, после обрушения потолка в Быковской СОЖ учреждения закрыли на неопределенный срок. В очередной раз нам проехали по ушам с ремонтом нашей Быковской школы имени Джурко Шипуновского района Алтайского края. Кому верить, непонятно. Родители уверены, что администрация Шипуновского района намеренно препятствует ремонту школы. Объект исключили из списка федеральной программы модернизации школьных систем образования из-за ошибки, которая оказалась в пакете документов, поданных администрацией Шипуновского района. А вот Министерство образования края составило дорожную карту для включения здания школы в перечень мероприятий по капремонту социально значимых объектов на 2024 год. Казалось бы, свет в окне появился, если бы не очередное «но». Согласно утвержденной дорожной карте администрации Шипуновского района необходимо предоставить заключение специализированной организации о достаточности проведения работ по ремонту здания школы для обеспечения его работоспособного состояния по разработанной сметной документации. Указанное заключение в Министерство образования и науки Алтайского края не предоставлено. Между тем, администрация района утверждает обратное. Информация о получении заключения специализированной организации с приложением данного заключения была неоднократно доведена до Министерства образования и науки Алтайского края. Родители пытаются найти правду, а между тем появилась еще одна проблема. Учебный год дети закончили в здании конторы СПК «Быковский», где председатель конторы Сергей Пожидаев с родителями сами обустроили классы и подготовили их к учебному процессу. Но, по словам родителей, председатель СПК вынужден расторгнуть договор аренды, так как администрация отказывается подписывать дополнительное соглашение об оплате коммунальных услуг по столовой. Соответственно, появилась задолженность. Сейчас узнала, что администрация подолажала бы в прокуратуру на Сергея Георгиевича Пожидаева о том, что он хочет незаконно возместить оплату за коммуналку в столовой за счет бюджетных денег. Сейчас проходит проверка, и поэтому оплата до сих пор не проходит. Судя по документам, которые предоставили нам жители Быково, администрация утверждает, что на заседании Совета депутатов внесли дополнение изменения в районный бюджет, и долг будет погашен в ближайшее время. А пока родители вновь задаются вопросом, стоит ли верить очередным обещаниям и, самое главное, где будут учиться их дети в следующем учебном году. Юлия Щепина, День с толком. Мы продолжаем. Жители Алтайского края стали зарабатывать на 8 тысяч рублей больше, чем в прошлом году. Такую статистику обнародовал Крайстат. Средняя заработная плата в апреле этого года составила 51 196 рублей. В апреле прошлого года эта цифра составила почти 43 тысячи рублей. Разумеется, эти показатели стоит соотносить с ростом цен на продукты. Так, в соотношении с инфляцией, в реальном выражении, апрельская зарплата меньше мартовской на 0,2%. Напомним, что известна и менее позитивная статистика. В Алтайском крае, по данным РИА-рейтинг, больше 13% населения все еще находится за чертой бедности. Приемная кампания в вузах продолжается уже вторую неделю. Пока абитуриенты определяются с направлениями и борются за бюджетные места, сами образовательные организации традиционно не торопятся готовить приказы на зачисление. В техническом и педагогическом университетах итоги подведут только к 6 августа. В этом году ждут и вторую волну поступающих, успешно пересдавших ЕГЭ и способных отодвинуть вниз своих конкурентов по набранным баллам в общем рейтинге. Здесь вчерашних школьников, а также и выпускников колледжей и вузов консультируют по всем волнующим вопросам о программах обучения. Инженеры разных профилей, строители и конструкторы, специалисты по цифровой информационной безопасности и многие другие технари получают образование в Политехническом университете. Очень возрос интерес ребят, особенно выпускников колледжей, к техническим, к настоящим инженерным направлениям. Это электроэнергетика, это машиностроение, строительство, профиль промышленное и гражданское строительство. То есть сейчас уже мы подбираемся к тому, что мы готовы зачислить полную группу детей. Но раньше 6 августа, к сожалению, мы этого сделать не можем. В Политехе до 24 июля абитуриенты еще могут подать заявление и пройти вступительные испытания. Для большинства направлений это только результаты единого госэкзамена. По суммарным баллам поступающий занимает свое место в общем рейтинге. Верхушка ближе к бюджетным местам. На них зачислят до 3 августа тех, кто успел раньше подать оригинал школьного аттестата. Кстати, бывает, что не приносят и вылетают. После томительное ожидание – прошел, не прошел. Мы указываем в заявлении 5 направлений подготовки, участвуем в конкурсе в разных направлениях. И шанс того, что даже может быть не сильно большим баллом ЕГЭ, учиться на бюджете – это вполне доступно. Вы перенаправляете? Перенаправляем, конечно. Мы консультируем. Ребята до 25 июля могут приоритеты добавлять, убавлять, менять заявление, приходить лично через личный кабинет абитуриента. Перенаправлять себя могут и сами абитуриенты. Для этого на сайтах вузах публикуют рейтинги поступающих. Можно отслеживать статистику приема на направление. У каждого есть право подавать заявление не только на 5 программ обучения, но и в 5 разных организаций. Трудность состоит в том, чтобы соотнести графики внутренних вступительных испытаний. В педагогическом университете предлагают такие современные технологии для того, чтобы узнать больше, а как именно готовиться к вступительным испытаниям. Мы открываем приложение для считывания QR-кодов и переходим на одно из предлагаемых направлений. В этом видеоролике нам студентка направления физическая культура, циклические виды показывает, какие испытания приходится пройти абитуриентам. Поток абитуриентов в этом году начался немножко позже. Ребята с оригиналами пошли уже на вторую неделю приемной кампании. Плюс это связано еще, конечно, с тем, что в этом году есть единый день пересдачи единого государственного экзамена 4-5 июля. И, конечно, мы ожидаем еще одну волну абитуриентов, которые успешно пересдали тот или иной предмет. В этом году в Алтайском государственном педагогическом университете 1360 бюджетных мест. В соотношении с договорными местами, то ребята, которые планируют поступить к нам на договор, это более тысячи мест. Примерно 50 на 50, но заявлений на платное чуть меньше. Также и в техническом университете 1581 на 1374. Договорные условия подходят не всем, но абитуриенты страхуют себя и дописывают в заявлении и такой вариант. Популярные направления почти не меняются, но в этот раз вместо профессии переводчика, к примеру, в педе, стали выбирать специальность федагога по английскому или китайскому языку. О литературе предпочли новую специальность – молодежную журналистику. Быстрее всех разобрали места на психологических направлениях. Итоговый приказ о зачислении по общему конкурсу стоит ждать не ранее 6 августа. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев, День с толком. На Валтайске прошли юниорские соревнования города Барнаула по большому теннису. Почему для стартов была выбрана не краевая столица, а насколько в этом виде спорта сейчас успешны алтайские спортсмены, и сколько придется потратить родителям, если их ребенок придет в большой теннис. Детский теннис, как и взрослый, эмоциональности не лишен, даже на небольших турнирах. Все хотят стать чемпионами Барнаула. И не важно, что сами соревнования в Новоалтайске. Организаторы просто хотят, чтобы подрастающее поколение поиграло на разных кортах. Их, кстати, в крае мало. Специализированных около шести. Поэтому много спортсменов едва ли наберется в секцию. Да и цена. Родители не порадуют. Ракетки, мячи, аренда корта, тренировки – это все без спонсорства, за собственные средства родителей. Сколько примерно в месяц? В месяц? Если с турнирами, то до 50 тысяч заходит. Но это не значит, что все так грустно. Успехи теннисистов чуть позже оправдывают затраты. К примеру, сейчас трое спортсменов из Барнаула в возрастной категории 9-10 лет входят в топ-10 теннисистов России. Подготовка у них становится все серьезнее и серьезнее, поскольку сама по себе игра во всем мире убыстряется. На первую роль выходят, помимо техники даже, я бы сказал, это функциональные возможности спортсмена. Его скорость, его сила, его способность бегать в различных направлениях, прыгать 2-3 часа на корте. Что касается техники, то там меняется подача. Например, по словам Евгения Кузнецова, из большого тенниса уходят полукруглые замахи слева и справа. Однако такие тонкости детям пока знать рано. – Самое сложное для тебя сегодня в соревновании? – Подача. – А что с ними было не так? – Я не попадала, мячики выше не подгидывала. Следующий турнир для детей организаторы хотят провести в конце августа, начале сентября. Это будет первенство края. Остальные соревнования планируются уже не на грунте, а в помещениях. – Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Еще о спорте. Этого лета любители футбола ждали с нетерпением на финальной стадии чемпионат Европы. По известным всем причинам спортивный праздник проходит без сборной России. Однако и в нашей стране есть те, кто наблюдает за всеми матчами. Так кого поддерживают барнаульцы на этом чемпионате Европы? И вообще много ли тех, кто следит за перипетиями Евро-24? Мы провели опрос среди горожан. – А вы смотрите сейчас футбол чемпионат Европы по футболу? – Нет? – Смотрите? – Вы сейчас смотрите чемпионат Европы по футболу, который идет? – Нет. – Нет, не смотрите? – В отсутствие сборной России смотришь ли ты этот турнир и за кого болеешь? – Да, конечно, смотришь. Нет России, грустно. Поболеть особо не за кого, чтобы прям все сердце отдать. Ты в основном выражаешь какие-то симпатии команда. Вот моя симпатия упала на сборную Германии. – Какая страна симпатизируется? – За Испанию. – За Испанию? – Испанию и Голландию. – Почему именно они? – Ну, по игре нравится, как бы более эмоционально, не скрыто играет в открытый футбол, более такой слаженный смотрится игра. – Сегодня первый полуфинал, Испания-Франция, твой прогноз? – Я думаю, что Испания выиграет 3-0. – Болею за Испанию, потому что очень комбинационный футбол показывает команда, очень молодые звезды, молодая команда, Ламин-Ямаль, по-моему, разрывает просто этот чемпионат Европы. – Интересно смотреть такой крупный турнир без участия в сборной России? – Интерес теряется, потому что все-таки сборная наша, она хоть и не высоких достижений, но это все-таки наша родная сборная, и за нее хочется болеть. – На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на Ютуб. Для вас работает телефон редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд на погоде. До встречи! Продолжение следует...